Всем привет! С вами на связи Наталья Катаряева, юрист, эксперт банкротства физических лиц, а также арбитражный управляющий. А вы знали, что в процедуре банкротства есть ограничения в получении заработной платы, пенсии, иных пособий и выплат? И не имеет значения, наличными вы получаете или на карту? Так какие есть ограничения? Как получать деньги в процедуре? Об этом я и поговорю с вами в этом выпуске и раскрою все карты и всю правду, как опытный арбитражный управляющий я проводила сотни процедур по всей России. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и начинаем! Начну с ошибок граждан. Многие граждане не знают и не задаются вопросом о том, как же они будут получать свои деньги в процедуре. Или юристы им об этом факте не сообщают. И только после того, как суд признает гражданина банкротом, встает вопрос, как же получать свои кровные деньги в процедуре, так как все счета и карты в процедуре банкротства будут заблокированы. И гражданин не получает заработную плату или пенсию или иные выплаты по несколько месяцев. Как этого избежать и какие пошаговые действия для вас, чтобы вы получали своевременно деньги в процедуре, я опять же расскажу в этом выпуске. Начну с ограничений. Всеми деньгами в процедуре банкротства распоряжается финансовый управляющий. Об этом говорит закон о банкротстве. А все счета и карты с момента ведения процедуры будут заблокированы. Банкроту по закону положен только прожиточный минимум на него и на его иждивенцев. В размере, как правило, 50 процентов от установленного размера прожиточного минимума на детей. 50 процентов выплачивается только, как правило, тогда, когда есть второй родитель. Как к примеру, клиент, мать-одиночка в процедуре банкротства получала полный прожиточный минимум на своих иждивенцев. Или другой клиент просто не живет с мужем, но состоит в браке, получала на своих иждивенцев только 50 процентов. Другой пример. Клиент не получал официально алименты от супруга и супруг никак не помогал детям. Этот клиент также получал 50 процентов от установленной величины прожиточного минимума на несовершеннолетних детей. А какой это будет размер прожиточного минимума? Этот размер устанавливается постановлением правительства по месту вашей регистрации. Вы можете открыть и посмотреть размер на сегодняшний день. Он меняется ежеквартально. Где посмотреть какая это будет сумма? Вы можете посмотреть постановление правительства по месту вашей регистрации. Этим постановлением, как правило, будет оперировать финансовый управляющий. И сумму из этого постановления вам выплачивать. Кстати, каждый квартал размер прожиточного минимума меняется. И прожиточный минимум для каждой категории будет свой. Для детей один прожиточный минимум, для трудоспособных другой, для пенсионеров третий. Что касается пенсионеров, что они будут получать процедуры банкротства? Полную пенсию или прожиточный минимум? Об этом я расскажу чуть дальше в этом видео. А куда идут эти деньги? Вот эта разница между прожиточным минимумом и официальным доходом. Эта разница пойдет на погашение требований ваших кредиторов от непогашенной части, как правило, гражданин освобождается. Простыми словами, с гражданина списываются все долги. Продолжим. Как выплачивается заработная плата в процедуре банкротства? Начну с того, что если вы получаете деньги, вашу зарплату на карту, как будете получать свои кровные в процедуре банкротства? Два варианта. Финансовый управляющий самостоятельно снимает денежные средства и выплачивает вам. Вы приезжаете в офис, либо, такое бывает часто, финансовый управляющий переводит деньги на карту третьего лица, если вы находите в другом городе, нежели финансовый управляющий. Плюс этого варианта в том, что вам никуда ходить не нужно, вы просто ждете своих денег. Минус этого варианта в том, что финансовый управляющий сам будет определять, когда он будет снимать деньги в процедуре. И не будет такого, что сегодня пришла вам заработная плата и сегодня же финансовый управляющий побежал снимать деньги, чтобы выплатить вам зарплату. И вы должны быть к этому готовы. Второй вариант, это когда финансовый управляющий выдает вам распоряжение письменное на получение суммы в таком-то размере. И с этим распоряжением вы идете в отделение банка. Сразу хочу заметить, что банк в этот же день деньги вам не выдаст. Понадобится несколько дней, чтобы банк проверил информацию и разблокировал счет. Плюс этой ситуации в том, что вы в день в день со своей зарплатой можете обратиться в отделение банка и ждать, когда банк разблокирует счет и в ближайшие дни снять свою заработную плату. Минус этого варианта в том, что вам дважды нужно будет ходить в банк и не все банки выдают деньги банкроту по распоряжению финансового управляющего. На практике, как правило, Сбербанк без проблем выдает деньги банкроту на основании распоряжения от финансового управляющего. А вот, к примеру, ВТБ банк или Альфа банк по распоряжению деньги не выдают и финансовому управляющему приходится самостоятельно приезжать в отделение банка, чтобы снять вам прожиточный минимум. Друзья, если вам законно нужно списать долги через процедуру банкротства и вам нужна юридическая помощь, то записывайтесь на бесплатную консультацию, контакты в описании под этим видео, либо на сайте katraeva.ru и моя команда с вами свяжется в ближайшее время. Итак, мы разобрались в вопросе, если вы получаете зарплату на карту, а что будет, если вы получаете зарплату наличными? Скажу сразу и честно, что скрыть получение зарплаты тот факт, что вы получаете наличными от финансового управляющего не получится, если вы работаете официально. Финансовый управляющий этот факт установит, финансовый управляющий делает запросы в пенсионный фонд и в налоговую, а прожиточный минимум вы получаете с момента признания вас банкротом, когда суд вынесет решение. Так вот, не вставайте на грабли некоторых граждан, которые умудряются потратить деньги после того, как в отношении них введена процедура. Они получали эти деньги наличными, и потом финансовый управляющий требует возврата этих денег, а банкроты уже эти деньги потратили. Итак, как будет действовать финансовый управляющий, если вы получаете зарплату наличными? Первый вариант, скорее всего финансовый управляющий откроет счет на ваше имя в банке и переведет получение денег на этот счет. Он называется основной счет должника в процедуре банкротства. Финансовый управляющий это может сделать самостоятельно через вашего работодателя, либо вы можете это сделать и перевести получение денег на счет. Второй вариант, он актуален, если вы получаете зарплату в размере до прожиточного минимума. Тогда можно согласовать тот факт, что вы получаете эти деньги наличными. И третий вариант, на практике он применим. Вы получаете зарплату наличными, оставляете себе прожиточный минимум, а разницу относится на счет, который вам открыл финансовый управляющий. А сейчас я хочу рассказать вам, как выплачивается пенсия в процедуре банкротства. Хочу сразу обрадовать пенсионеров, что есть положительная практика, что пенсионер получает полную пенсию в процедуре банкротства. Но практика разница и в разных регионах она разная. На каком основании, спросите вы, вы будете получать пенсию в полном объеме в процедуре? Это пункт 12 статьи 21 федерального закона о страховых пенсиях. И что нужно делать, чтобы получать пенсию в полном объеме? Вы пишете заявление финансовому управляющему раз, что вы на основании закона страховых пенсий в пункт 12 статья 21 просите выплачивать пенсию в полном объеме. Большая вероятность, что финансовый управляющий откажет вам в этом. И нужно, чтобы ваши юристы шли в суд по разногласиям по этому вопросу в порядке статьи 60 закона о банкротстве. А что будет, если суд откажет? Тогда вы будете получать только прожиточный минимум, как на пенсионера. Как будете получать эти деньги в процедуре? Смотрите выше, я рассказала. Порядок такой же, если на карту один вариант, если наличными другой. В двух словах, если на карту по распоряжению финансового управляющего снимается, либо финансовый управляющий снимает и вам выплачивает. Если наличными, то разницу кладете на счет, либо если это в рамках прожиточного минимума, все полностью оставляете себе, либо финноуправляющий организует перевод пенсии на счет, который откроет на ваше имя. Надеюсь, вы еще не устали, но информация очень полезная и нужная, чтобы вы знали, какие есть ограничения в получении денег в процедуре банкротства. И чуть позже я порядок действий вам расскажу. Но сейчас хочу еще рассказать, как вы будете получать пособия на иных лиц. К примеру, пособия на детей, выплаты по уходу за ребенком и родом, пенсия по потере кормильца. Так вот, финансовый управляющий самостоятельно исключает эти суммы и вам выплачивает. Либо финансовый управляющий эти деньги снимает и вам выплачивает, либо выдает распоряжение и вы самостоятельно их снимаете. Пошаговое действие получения денег в процедуре, чтобы не встать на грабли многих банкротов, которые месяцами ждут свою зарплату, пенсию или иные выплаты. Первый шаг. Вы заранее должны знать, еще до подачи документов в арбитражный суд, заранее обговорить все нюансы получения вами денег в процедуре. Потому что у каждой юрфирмы, юрагентства, юриста свой порядок действий. И скажу честно, что многие юристы даже об этом вопросе не заботятся. Что касается моих клиентов, они заранее знают, еще в момент подписания договора, даже еще в рамках бесплатной консультации, как они будут получать деньги в процедуре банкротства. Так как многое зависит еще от финансового управляющего. Второй шаг. После введения процедуры, если вдруг ваши юристы об этом вопросе не заботятся, пишите заявление финансовому управляющему о выплате вам, о выплате вам прожиточного минимума. Получение денег в процедуре, получение прожиточного минимума носит заявительный характер. И если вы ждете у моря погода, то скорее всего вы так и не дождетесь хорошей погоды и будете только жаловаться и ждать, когда же о вас вспомнят. Нужно взять инициативу в свои руки, написать заявление управляющему, направить и связаться с управляющим. Третий шаг. Вы добиваетесь получения распоряжения на получение денег в процедуре от финансового управляющего и идете в банк. Или же добиваетесь того, что финансовый управляющий поедет в банк и снимет вам прожиточный минимум. Это актуально при том условии, что ваши юриста не заботятся о том, как вы будете получать деньги в процедуре. Так как этим вопросом должны заниматься юристы. На моем примере мои юристы добиваются получения распоряжения, добиваются того факта и достают финансового управляющего, чтобы тот снял деньги клиенту. Хочу подвести итоги. Я вам дала объемную сложную информацию. Но если вы ее знаете, вы разберетесь в этих вопросах, тогда вы вооружены. Тогда процедура банкротства пройдет без каких-либо сюрпризов и удивлений для вас. И после завершения процедуры вы начнете жить с чистого листа, без долгов, без кредиторов, без требований, без приставов и судов. С вас будут списаны все долги. На сегодня все. Благодарю за просмотр. Если вам было полезно, поддержите меня лайком. Подписывайтесь на мой канал, где я буду рассказывать, как списывать долги через банкротство и как пройти процедуру. А также, если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. До встречи в следующем видео.